Здравствуйте, дорогие друзья! По доброй традиции мы продолжаем перевод на русский язык полного текста обращения президента Азербайджанской республики, азербайджанскому народу по поводу освобождения города Шуши от армянской оккупации. Давайте времени много не будем терять и сразу приступим к переводу данного обращения. Вот так, начинаем. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев, дорогие соотечественники, дорогие братья и сестры, с чувством огромной гордости заявляю, что город Шуша освобожден от оккупации. Шуша наша, Карабах наш, сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ, сердечно поздравляю всех шушинцев. Шуша 28,5 лет находится под оккупацией, и сегодня она освобождена. Шуша теперь свободна. Мы вернулись в Шушу. Мы одержали историческую победу на поле боя. 8 ноября 2020 года навечно войдет в историю Азербайджана. И эта история будет жить вечно. И это день нашей славной победы. Мы одержали эту победу на поле боя, а не за столом переговоров. Я неоднократно говорил, вопреки всем заявлениям, данный конфликт, армян-азербайджанский и Нагорно-Карабахский, имеет военный путь решения. И сегодня мы доказываем это на поле боя. Продолжающиеся на протяжении почти 30 лет бессмысленные переговоры не приблизили нас к этому результату. Наши исконные исторические земли около 30 лет оставались под оккупацией. В процессе переговоров армянская сторона хотела просто выиграть время и просто укрепить статус-кво, сделать его вечным. За эти годы Азербайджан неоднократно получал из различных силовых центров сигналы, которые призвали нас смириться с ситуацией. Но наша решимость, смелость и политическая воля мы не пошли ни на какое соглашение, не отвечающие интересам азербайджанского народа. Я неоднократно заявлял со всех международных трибун, что восстановление наших земель территориальной целостности является нашей основной задачей. И мы эту задачу исполняем. Переговоры не дали никакого результата. Просто обманывали нас. Просто наблюдалось желание заморозить вопрос. Мы одержали эту победу на поле боя. Одержали победу ценой наших шахидов. Да упокоит Аллах души всех наших шахидов. Да упокоит Аллах души всех наших шахидов, погибших как в Первой, так и во Второй Карабахской войне, которую мы называем Отечественной войной. Желаю терпения и выдержки их близким и родственникам. Желаю исцеления нашим раненым соотечественникам. Мы освобождаем наши земли от оккупации ценой крови, крови нашего народа, солдат и офицеров. Гоним и будем гнать оккупантов с наших земель. Шуша 28,5 лет находится под оккупацией. Шуша принадлежит особое место в истории Азербайджана. Это наш древний исторический город. Азербайджанцы веками жили, творили, созидали. Шуша. Шуша – жемчужина не только Азербайджана, но и всего Кавказа. Однако презренный враг, удерживая Шуша под оккупацией, нанес большой удар по нашему культурному наследию, разрушил наши исторические памятники, разрушил, осквернил наши мечети. Мы теперь вернулись в Шуша. Мы восстановим все наши исторические памятники, отреставрируем все мечети. Спустя 28 лет в Шуша вновь будет раздаваться Азан. На открытии мечети, построенной по моему указанию в поселке Джоджик-Мэрджан-Лэ, освобожденном несколько лет назад, после апрельских боев 2016 года, я заявил, что данная мечеть является аналогом с Шушинской мечети. По параметрам, по архитектурному стилю, по размерам. Я сказал, что настанет день, когда мы восстановим наши мечети, разрушенные армянскими вандалами в Шуше. И этот день приближается. Сегодня флаг Азербайджана разбивается в Шуше. Сегодня весь азербайджанский народ с чувством гордости воспринимает эту радостную весть. Мы собираемся силами, целонаправленно, без устали, несмотря ни на какие давления, собираемся силами и собрались. Экономическое могущество, если бы у нас не было экономической мощи, одержать эту победу было бы невозможно. В первую очередь необходимо было обеспечить экономическую независимость, и она была обеспечена. Сегодня Азербайджан не зависит ни от какого государства, ни в экономическом отношении, ни в какой международной финансовой структуре мы независимы. Мы независимы, и это позволило нам развивать нашу страну, а также укрепить нашу армию. Мы приобретаем на внешних рынках всю необходимую для нашей армии военную технику и вооружение. Не будет у нас экономических возможностей, как бы мы могли приобрести все это? Считаю, что внутри страны, проводя внутри страны успешную политику, мы создали в нашей стране очень редкую для мира модель развития. Внутренная солидарность, национальное единство, сплоченность вокруг единой идеи придали нам дополнительные силы. Не позволило, чтобы некоторые презренные внешние круги реализовали в Азербайджане свои планы. Хотя эти планы были, такие попытки имели место. Проявив политическую волю и единство, мы пересекли эти попытки, как народ, как нация, защитили нашу гордость, защитили наш независимый выбор и доказали, что никто не должен и не может вмешиваться в наши дела. Если бы не было этого единства, национального согласия, нам никогда бы не удалось освободить наши земли от захватчиков. Основная цель, проводимая в эти годы против нас в компании черного пиара, в компании очернения, лжи, клеветы, заключалась в том, чтобы отдалить нас от основной задачи, чтобы мы могли чтобы мы отошли от основной задачи, погрязли во внутренних проблемах и захваченные земли остались бы в руках оккупантов навсегда. Твердая политическая воля, единство народа и власти свели на нет эти планы. Третий основной фактор нашей победы заключается в успехах на международном уровне. Мы доказали всему миру, что Карабах исконная азербайджанская земля. Доказали, что азербайджан, азербайджанский народ веками жил на этих землях. Доказали, что армянское население было переселено на эти земли 200 лет назад аргументами и фактами предоставляли мировой общественности, как и в каких целях было переселение. Мы доказали, что Нагорный Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей и данный вопрос может быть урегулирован на основе норм и принципов международного права. Все международные организации, все международные организации мира принялись в справедливое решение резолюции постановления, связанные армяно-азербайджанским Нагорно-Карабахским конфликтом. Четыре резолюции Совета безопасности ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, резолюции Движения Неприсоединения, резолюции Исламского Государства Сотрудничества, резолюции Европейского Парламента, резолюции постановления других международных организаций однозначно признали Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Это передало нам дополнительные силы. И если бы мы это не сделали, то процессы, происходящие сегодня вокруг конфликта, могли бы создать для нас большие проблемы. За эти годы мы смогли наладить добрые деловые отношения на основе взаимопонимания со многими странами. И многие страны считают Азербайджан стратегическим партнером. Это выражено уже находит отражение в международных документах. Нам удалось наладить отношения со многими государствами, соседними государствами. Нам наладить отношения на основе искренней дружбы и взаимного уважения, взаимного доверия со многими государствами. Если бы мы не сделали этого, то сегодня вокруг конфликта могли бы происходить совершенно иные процессы. Когда Шуша оказалась под оккупацией, наши основные проблемы заключались в том, что у нас не было армии, а руководство не могло справиться со своими должностными обязанностями. Международная плоскость Азербайджан обострила отношения, можно сказать, со всеми странами. Мы находились, можно сказать, в изолированном состоянии. Но сегодня мы ввергли Армению в состояние изоляции. Наши транснациональные проекты создали в регионе совершенно новую картину. Мы заново составили энергетическую карту, транспортную карту региона. Проект, реализуемый по нашей инициативе, обеспечивает интересы не только нашего народа, но и многих стран, в том числе и стран региона. У нас двухсторонний и трехсторонний формат сотрудничества с соседними странами. Все это в значительной степени укрепило международный авторитет Азербайджана. Не будь данных достижений, проблема могла бы остаться в замороженном состоянии несколько десятилетий. И, наконец, в первую очередь армейское строительство. За эти 17 лет основная часть нашей работы была посвящена армейскому строительству. С тем, чтобы усилить нашу армию, оснастить ее самыми современными оружиями. И это была нелегкая задача. Была приобретена для приобретения такого оружия одних только материальных средств недостаточно. Необходимо также приложить дипломатические и политические усилия. И мы этого тоже добылись. Сегодня Азербайджан обеспечивает военное сношение из многих стран. И в то же время по моей инициативе в Азербайджане была создана оборонная промышленность. Мы обеспечиваем потребность нашей страны в нашей армии в значительной степени за счет внутреннего производства. В Азербайджане производится продукция военного назначения более тысячи наименований. И в том числе самая современная продукция. Вот наша деятельность. Армейское строительство, решение государством материально-бытовых проблем военнослужащих, в том числе и тех, кто вышли на пенсию, предоставлены им квартир, улучшение условий работы военнослужащих. Мы заново отстроили, можно сказать, все наши военные городки, военные базы. Они отвечают самым высоким стандартам. И, конечно, в первую очередь боеспособность повысилась на разы. И военные парады, неоднократно проведенные на Площаде Свободы, продемонстрировали нашу силу всему миру. Повышение боеспособности является основным фактором в области армейского строительства. Мы используем современное вооружение, технику, уничтожаем технику врага. Наши земли освобождают лишь азербайджанские солдаты, азербайджанские офицеры. Именно солдаты, грудью вставив на защиту, ничего не страшая, с влагом в руках, с оружием в руках, гоняют, уничтожают врага. Слава нашим солдатам. Вот такую армию мы создали. Мы говорили оккупантам, говорили, образюмитесь, положите конец оккупации, пока не поздно. Поэтому наша политика во все времена была однозначной. Мы говорили, если вопрос не будет решен мирным путем, то мы будем решать его военным путем. Я неоднократно об этом говорил, за что и продвергался критике со стороны некоторых стран. Я говорил, разве наши земли не были захвачены военным путем? Разве Армения захватила наши земли мирным путем? Каждая страна имеет право на самоборону. Такое право нам предоставляет устав ООН. Я говорил, что если буду убежден в полной неэффективности переговоров, то иного пути у нас не останется. Пусть об этом знают все. Враг, его покровители, занимающиеся данным вопросом, посредники. Я всегда сдерживал свои слова. Делал все, что обещал азербайджанскому народу. Я сдержал слово и в данном вопросе. И вот мы уже отвечаем победу. С 27 сентября по настоящее время более 200 городов, сел, поселков были освобождены от оккупации. В том числе город Фюзели полностью был разрушен. Презренный враг не оставил ни одного целого здания в этом городе. Полностью разрушен Джебраил, полностью разрушен Губадлы, Зингилан, села, города, поселок Гадрут, поселок Сугавушан и сегодня город Шуша. Наше победоносное шествие продолжается. Еще остаются оккупированные земли, еще идут бои. Если руководство Армении не ответит на мои требования, то мы дойдем до конца. Никто не может остановить нас. В мире нет такой силы, которая могла бы остановить нас. Армения Армения уже признала свое горькое поражение, причем унижая себя, оскорбляя себя, свой народ. Сегодня руководство Армении просит помощи у всех стран, военную помощь просит, оружие, технику. И где твоя непобедимая армия, мы его уничтожили. Все их слова, заявления были мифом, ложью. Непобедимая армия это азербайджанская армия. Она демонстрировала это на поле боя, в одиночку гонит врага со своих земель. В течение 30 лет туда было вложено миллиарды долларов, созданы укрепления, построены инженерные сооружения, но мы разрушили все это за счет морального духа, силы и единства. Еще раз хочу сказать наше победоносное шествие продолжается, вражеские силы должны быть выведены со всех оккупированных земель. Это наше требование, этого требуют международные нормы и принципы постановления и резолюции международных организаций. Дорогие братья и сестры, сегодня я сообщаю эту весть родному народу здесь, на шахидлах Ябаны. И это не случайно, это естественно. еще раз склоняю голову сегодня перед памятью наших шахидов и я заявляю сегодня, что кровь наших шахидов не остается на земле. Кровь жертв армянского вандализма, кровь жертв Ходжалы не остается на земле. Мы отомстили на поле боя. Мы никогда не воевали с гражданскими лицами, ровно как и в этот раз. Несмотря на то, что презренный враг совершил вероломное убийство 93-х мирных граждан, более 400 человек получили ранения. Но я сказал нет, мы азербайджанцы. мы отомстим на поле боя и мы мстим. Мы уничтожили их армию. Уничтожаем и будем уничтожать их технику. Гоним врага и будем гнать. уничтожать. Уничтожаем и уничтожаем. Это великая победа. Сегодня души наших чахидов, душа великого лидера, возрадовались. Поздравляю Азербайджан. Поздравляю всех азербайджанцев мира. И в эти дни я получаю тысячи писем от азербайджанцев мира и людей, проживающих в Азербайджане. Ежедневно тысячи писем я получаю. Я только сожалею о том, что не могу прочитать их всех. Просто не хватает времени. Столько прекрасных слов. Какая большая поддержка. Сегодня мы еще раз доказали всему миру, что мы великий и гордый народ. Мы непобедимый народ. И на поле боя указываем врагу его место. Неоднократно обращаясь в эти дни азербайджанскому народу, я показывал врагу кулак. Показывал кулак. И я говорил, это не просто кулак. Это железный кулак. Этим железным кулаком мы громим и будем громить врага. В то время этот кулак символ нашего единства. Сегодня азербайджанский народ сплотился вокруг как один единый кулак. И это будет всегда. Это единство будет вечным. Это единство позволит нам и в будущем выполнять все задачи. Все эти годы на протяжении 17 лет я ощущал, видел поддержку азербайджанского народа. Видел его доверие. Доброе отношение ко мне. И это придает мне силы. Это незаменимая поддержка для моей политики. Я всегда убеждал азербайджанский народ в том, что буду достойно преданно служить Родине. Я рад, что я сдержал Слово. И, как всегда, я верен своему Слову. Сообщить об этом азербайджанскому народу в такой исторический день может быть один из самых счастливых дней в моей жизни. Родная Шуша, ты освобождена, ты свободна. Мы вернулись, родная Шуша. Мы возродим тебя, родная Шуша. Карабах наш. Карабах, Азербайджан. Мы постарались привести обращение президента Азербайджанской Республики, верховного главнокомандующего вооруженных сил Азербайджанской Республики Ильхама Кейдаровича Алиева. И наши эфиры будут продолжаться. Несколько дней я сделал паузу. И сейчас с гордостью могу сообщать, что я был в Карабахе. Мы доставляли гуманитарную помощь нашим военным, раненым, больницам, поликлиникам. Но об этом мы будем говорить в следующих эфирах. А пока я вам желаю всего самого хорошего. До новых встреч в прямом эфире. До свидания. Продолжение следует...